Идеальных Без истерики и обмана Я пытаюсь быть собой Я все придумал! Лошебенная идея! Мне уже страшно Смотри, смотри Берем нашу вару Метелкину Из одиннадцатого А Не, Влад, ну ты что? Метелкину, а что? А вспомни, Глебушка, как Лара входит в класс Господи, как она входит! Стань в эфир! Все! Что? Что все? Мы растем, растем! Глеб! Рейтинг! Неконтракт! Рекламные контракты! Бабу! Наша Лара Она не говорит, понимаешь? Ну, вернее, не говорит Ну, вот это, маникюре своем Прическал Вот эти Гуччи Вот эти вот Валентины И вот она Аталии свои, наконец Наконец-то до тебя дошло! Вот он, Рейтинг! Шрать У нее Ну, наше вообще Мы все У нее Что у нее? У нее 70 тысяч подписчиков в инстаграм У нее самые длинные ноки Да, любой Барнию Парнию Парни с ней Самути Илья Метелки Да А при чем тут ноки? Это же радио В том-то и дело, она уже у тебя под тур, теперь ее нужно только слышать. И пусть трещи, о чем ходят, все эти розовые сопли, как и самое оно. Метелки на руке, и побольше! Ты только послушай, только послушай, наш пипол схавает за мелодию. Короче, Эр, чё, ну чё, Даня, чё, ты чё, ну и всё. Котики мои любимые, все бонжуха. Вскоре я собираюсь обновить свой гардероб. Я подумала, коль уж я лечу в Милан, хорошо бы подтянуть мой итальянский язык. Со всем пока. И куда мы? Эфир, да не резиновый. Убирай Кристину, все равно я каштановый. Кристину? Кристину! Из Эфира! Из Эфира! И пригласить Лару Метелку. Лару! С ногами, ногами, ты дурак, да? Нет! Кристина, остань. А давай каштановый лес заменим на каштановый бес. И ларку туда. Лев, время такое. Не нужны сейчас Кристину, не нужны. Вот такими мы выросли. Нам некогда думать, писать сочинения и целовать им руки. А каштановый лес, это для тех, кто отстал, кто попрятался между страниц потрепанных книжек и пищит оттуда. Вы мало читаете, вы бездуховны. Слышишь? Слышишь, как тихо. Где они? Песни, танцы, театры, музыка, выставки, штицы. Где? Ау! А все теперь там. Вперед, Глебка! Технологии, цирку, мессенджеры глянем. Ты еще не понял? Мы сами громим музыку, теряем слова, прячем кисти и только клик-клик-клик. А взрослые нам помогают, они за прогресс. Теперь ты и я, каждый человечек, это просто аккаунт, просто портфолио из 100 гигов в облаке. Мы все уже не в каштановом лесу. Мы все... Дэй. Ну, я не хочу, чтобы Кристина уходила. Ты на нее забал, что ли? А ну-ка, ну-ка, в глаза мне. А что там мы засмещу, а? Что это с нами такое? О, брат, классово, мазайку, зайку. Что тут у вас? Да, Глеб, за Кристину влюбился, по-моему. Ой, Глеб, да что тебе эти феологи? Или, может, ты бросишь физмат и пойдешь по деживу учиться? Так и что их ждет, лириков, историков? Ты уникни, старичок. Пойдут в учителя, в библиотеку, в культуру. У тебя вот в этой швейке сидеть будут. Да и не в этом дело. Наша Кристина, она же в того же. Точно, Владя, в того. Вот вроде она рядом, и ты с ней говоришь. А нет, не рядом. Голова в облаках. И что? И кто? Никогда ты не поймешь, куда она идет, чем дышит, о чем думает. Это мысли птиц у нее в голове. А ты наш, Глебка, полятный, как цифра. Ну, добро пожаловать, мать. Ну вот, он вернулся. Я вообще не понимаю, зачем над языками пиктеть. Жизнь, жизнь. Сделал пару кликов, и все. Не однощипно. Ну, вот кем они будут? Кем? Переводчиками, редакторами, журналистами. Ни денег, ни будущего. Хочешь туда? Эти читателя. Вся эта творческая пена. Они только красиво говорить умеют. И размышлять о смысле жизни. И гречку со скидками искают. Со скидками? Да? А ты как думал? Ну, ты с нами? Ай, молодец. Да, мне нахватило что-то. Не знаю. Вместе. Вместе. Глеб. Сейчас я Глеб. Да нормальный он пацан. У нас все готово. Микрофоны, стулья, гость. Кстати, где у нас гости? Сейчас подохлю. Главное, Владимир. Мне в ушах ничего нет. Раз, раз, два, три. Сосисочное, сирененький, да-то планчик. Ну, все, есть. Вот гости. Три, два, один, эфир. Авторская программа Глеба Ливанцевича. Мы понаехали. Будьте как в дом. Добрый день, уважаемые радио слушатели. В эфире радио «Дай-5». И я, Глеб Ливанцевич. Радио «Дай-5». Мы активированный уголь. Море радио «Диареи». Принимайте нас ежедневно. И у нас сегодня в гостях гость. Гость. Кто это? У нас сегодня в гостях гость, которого знают все. Не побоюсь этого слова. И не только в нашем городе, не только в нашей стране, но... В «Дай-5» зарубежьях. Но... После музыкальной странички мы назовем его «И». Не переключайтесь. Это кто? Ты кто вообще? И что у меня за тесть? Чтобы приготовить шармон, кто накипит, это бабки, это барбон, это мое. Мы активированный уголь в море радио «Диарея». Кто это писал? Ну, я. Кто? Болгоник, да. А что? Если разобраться, сейчас весь эфир — это радио «Диарея». Это я еще купюрю. А мы активированный уголь, да? Да я вас всех... Эфир. Эфирская программа Ева Ливанцевича понаехали. Будьте как добр. Итак, это опять мы, радио «Дай-5». И у нас в гостях... А давайте без пафоса. Степан Бах. Бах. Бан-Бах. Здравствуйте, Степан Бас. Здравствуйте. Степан, как вам это удалось? Вот так, по-честному. По-честному, да, очень. Пахал. Дни и ночи. Пахал. Пахал. Дни и ночи. Степан, вы уникальный человек. Бесконечный труд. Но и талант в коже. Степан. Ой. Конечно, признаться это сложно, будет сложно. Чего тут? Да. Талант. Талант. Это я, да. А вот я слышал, у вас есть вредная привычка. Так, дальше следующий вопрос. Пожалуйста, следующий вопрос. Вы подвиг совершили. Не скромничайте, прошу вас. Дайте, дайте я пожму вам руку. Я просто поверить не могу, что вы, Степан, поступили на бюджет. Да. Каково это быть первокурсник? Честно, это сложно. Очень сложно. Да, я первокурсник. На бюджете. Неустальный. Неустальный труд. Да. Это сложно, на самом деле, очень сложно. Ходишь, значит, с утра, то вот, просыпаешься. Режим, режим. С утра зарядочка, с утра романочка. А днем ночи. Лекции, лапы, там, семинары, ой. А. Друзья. А, да, да, зовут, зовут. Но я не, нет, нет, я не, нет, нет. Никогда. Зато вот, вечером, когда вечер. Как придешь домой, как поедешь, как почистишь зубы, да, и, 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 и спать, спать. А я думала... Да как вы обо мне ни дни, ни разу. Наш эфир подходит к концу, и каждому гостю мы задаем один и тот же вопрос. Вы слушаете радио, да и пять? Легко. Понятно. Даже не знаю, как вас благодарить. Я люблю пить, пить, пить. Ну да. Нашим гостем был студент первого курса, студент-бюджетник, студент со стипендией Степан Бас. Вот, как договаривались, свиная, гречка, пирота. О, спасибо, спасибо. Так, это все, да? Куда прийти? Если что, давайте еще. Человек. Что? Ты что-то сказал? Когда за пальцами прилежно Сидите вы, Склонясь небрежно, Глаза и кудри опустя, Я в милении молча, Нежна, Любой с вами, Как дети. Что? Ты что-то сказал? Не, 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 не. Слушай, Юр, тебе у нас нравится? Да, здесь хорошо, но дома. Ну, и радио у вас классное, да. А то такие бабки предлагают за эфир и за рекламу. Ты думаешь, откуда у школы деньги для зарплаты учителя? Отсюда. Да, денег на радио не мере. Если будут звонить, предлагай что-нибудь. Веди себя не как дешёвка. Ты не дешёвка. Я не дешёвка. Мы крутые, понял? Залампы и конорары тимбарыгам. Залампы? Не стесняйся. Будут в отказе? Посылай их в чур, понял? Приползут опять. Дадут вдвое, если марку держать будешь. Мы? Дай пять. У нас бюджет больше городского. Всех посылат, потому что умоляют. Пусть платят золото. Вероника, время. Я не дешёвка. Три, два, один, эфир. Радио Дай пять. На волне твоего сердца. Добрый день, дорогие радиостанции. Это выпуск новостей. С вами Вероника Сацкевич. И Матвей Чудович. Внимание. Внимание. В нашей школе объявлен кастинг ведущих новостных программ Радио Дай пять. Радио Дай пять. Требования. Очень простые. Приглашаются. Девушки. Приятные внешности. Уставшие от одиночества блондин. Хуали. 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 А мы продолжаем. Кастинг состоится 12 мая в суте «Радиндай-5», начало в 10.00. Криминальная хроника. Сегодня Сергей Филюрин продавал учащимся... Ягинь! Ягинь! Я за такое приду! У нас трифига! И в завершение мотивирующая новость. Вчера в мужском туалете неизвестным лицом на стене было нарисовано сердечко. Так, и сделана надпись. Кристина, ты резонируешь во мне аннигиляцию элементарных частиц. Ах, это вдохновляет. Это были новости часа с Юрией Фадимовым. Берегите себя и своих близких. Может, кофейку? Нашел! 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 И ты говоришь, что у него идиотики детей? Или мы больше не будем делать это? Молодей! Иди сюда, идиот! Глеб, ты будешь поосторожней со своей аннигиляцией элементарных частиц. Глеб, через пять минут на стенке барды все готовы? Барды? Ах, да, барды. Спасибо, Вероника. Пока, Вероника. Как-то я устала. Одиннадцатый класс. Мы с этим радио. Это ты в туалете высказался? Всегда мечтала, чтобы мое имя на втором этаже в мужском туалете... На третьем. На третьем. Ну, Кристина. Кристина через пи пишется. Кожешь Метелкину, не надо. Метелкину? Нет, ну, Влад, ну это неприемлемо. А вот она, это приемлемо? Вот и сказал, что... Ой, сказал. Ты нас на нее променял. А говорил просто на Кристиру. Говорил? Накатила, значит? Это мы с тобой, потому что... Накатила! Да ты не так все поняла, ну, Кристина, ну стой! Как-то тихо. Глент, ешкин кот, у нас дыра! Та щебата, я выпил. Господи, должно нажимать. Радио Тай-5. Радио Тай-5. Всегда ведомо. Мы по-прежнему на Монах, для станции Тай-5. Где Матэй Сирани? Кофе, по-любилу! Кофе, а кто везти будет? Итак, время нашей новой рубрики. Вы заметили, мы ищем новой формы, дорогие слушатели. Время нашего нового проекта... Новый, просто новейший. Англичане бы сказали, здесь не проект, и он называется... Он называется... Барды тоже люди. В эфире, Кристина Валерьевич, Глеб Реванцевич и наш гость. Изгиб гитарей, жёлтой, ты обнижешь нежу. Илья, добрый день, Илья. Что ты тут делаешь? А, услышал о вашей замечательной рубрике? Ясно. Рубрика о барды тоже. Ты с гитарой. Илья, ты бард? Ну, спасибо за вопрос, конечно. Да? Мы барды, Глеб Реванцевич. Мы играем всю жизнь, старичок. Давай вернёмся к гитаре. Давно ты играешь. Всю жизнь, да? Да? Да, костерок, шашлычок, девчонки подпевают хором. Всё так, детка. Всё так. Ну, и так и живём. Приходишь домой из похода. Борода по пояс, гитара за спиной. И худой, как весло. А что? Одними комарами питаемся. Илья, давай перейдём к твоему творчеству. Ты исполняешь чьи-то песни? Может, Акуджаву, Митяева, Висбора? Или что-то своё? Ну, спасибо за вопрос, конечно. Нет. Жабоедова я не играю, нет. Акуджаву? Да, и он тоже. Нет, нет, это не моё. Ну, ты представь, костерок, шашлычок, девчонки подпевают хором. И этот, как его там, поджибают. Акуджаву? И он тоже. Не, не, не надо. А теперь песня. Илья, что ты нам сполнишь? Ну, споём израннего. Я в прямом эфире. Вот круто. Я люблю вас, цель. Можно подсишку? Ну, спасибо за вопрос, конечно. Ладно, пою. Не берите в походки, Россия. Оригинально. Гениально. Понятно. Не берите в поход керосин. Не берите в поход телевизор. Лучший ящик тушенки возьмите. Перемьер требует наше сердце. Твой стиль я поняла. Последняя строчка, значит, что-то знакомое. А почему ты играешь только левой рукой? Это такая техника? А, ну, я просто родился с двумя левыми руками. Ну, мой дед сказал, что обе эти левые руки растут из... Это я поняла, когда ты играл. Я не играл. Я долбил. Ты долбил? Ну, спасибо за вопрос, конечно. Я долбил. Это стиль такой для людей, у которых руки растут из... Это я поняла, когда ты играл. Наше время на исходе. Жаль, конечно, раздавал. Но такого прямой кирля. А развиталь? Ну, можно... Не бой мне на прощание, не бой. Не бой мне на прощание, не бой. Возьму весло и сяду в лодку. Возьму с тобою только салон. Перемьер требует наше сердце. Да, здесь все понятно, красавчик. Здесь даже ритма проскочила. Парды тоже люди. Что зашибись? Не эфир, а просто праздник какой-то. Как подумаешь, что скоро выпускной. Экзамены. Как сдавать? Ни времени нет, ни желания. Нет, просто хочется побыть все вместе, всем рядом. Но все спешат. Все спешат. Сайты, аккаунты, лайки. Дверь вон мечется, всю дружбу свою спасает. Ведь что-то же было. Что-то настоящее, родное. Не показалось же мне. Или показалось. Накатило на него, видите ли. На кого опереться? На что? Замки из песка. Она строила сама себе. Не показалось. А у вас тут ничего-то. Кнопочки. Музычка. Так, хорошо устроились, хорошо. О, привет, привет, привет. Привет, 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 тули, привет, тули. Может, чайку? Да, я бы выпила. Я бы тоже выпила. У меня минут пять. Сходи за чаем, пожалуйста. Сейчас все будет. Сейчас. Вероника! Вероника! Ну? 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 Ну это он! Кто? Ну он! Обалдеть. Это вы? Это я. Отравив всех, миги за чаем, поняла. Вероника! Три, два, один, три. Только у нас звездные гости в шоу «Я старый». Я старый. 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 Что за намеки? Ну старый, это ж звезда, понысл. Вы ж звезда? Ну, может, вы старый. У нас в гостях блистательный, головокрушительный, великолепный Коля Вахлаков. Который погоряет мировой сценой под именем Эрнест. Эрнест, вы так неожиданно. И мы никак не ожидали, что звезда такого уровня проявится на нашем скромном радио. Милан, Нью-Йорк. Откуда вы там? От верблюда. А вот и первая шутка. Замечательное чувство юмора, дорогие слушатели. Просто замечательно. Эрнест, ваш последний клип – это нечто. Слушай, как вы уговорили Ди Каприо с ним? И тот момент, где он нам брюки гладил, это да, я вообще не могу. Что тут происходит? Какой Эрнест? Ты что, не понимаешь? Ну давай, давай, соображалочку урубай. Ну, что я могу сказать? Один из них – это явно Кристина. А вот это вот. А это Володя. Генеральный спонсор всего этого. Владимир Крутой. Вы, Владимир Крутой. Да какой Крутой? Я Крутько. И я плачу за все это. И жду, когда буду получать бабки, прибыль за эфиры, за рекламу, за раскрутку всяких вот этих вот бездарей. Итак, я пришел узнать, кто здесь главный? Кто главный? Я главный. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Это мой эфир. Ваш. Мой. Когда почему кто-то из вас посмел продавать в моем эфире ведро клубники? Кто? Так, вот ты, ты, ты. Иди сюда. Вот скажи, зачем тебе радио? Слава, уважение, ну и деньги. Это все мне. А тебе. Владимир, ну мы же с вами земляки. Почти родные люди. Да какие родные? Ты, моим воротам, троеродный гараж. Так, я не понимаю, что здесь происходит? Время идет, денег нет. Вы что-нибудь устроили? Там, праздник, Новый год какой-нибудь платный. Вот у вас все для этого есть. Снегурки, Дед Мороз и два оленя. Ну, и что вы вам это скажете? Ну дайте нам еще месяц, но все будет у меня. Ладно, хорошо. Главное помните, что у нас семья, и я в ней отец. И у нас демократия. И каждый имеет право делать то, как я скажу. Все. У меня все. Пять минут прошло. Так, кто меня пойдет провожать? Папе, приятно. Каштановый лес Место наших встреч С Кристиной Мариничкой Знаете, нас так мало, ребята. Как жалко. Да, мы научились летать по воздуху, как птицы, но перестали слышать божественную музыку собственного сердца. Не спешите. Замрите. Поднимите глаза, отключите гаджеты. Мир прекрасен. И любви не стало меньше. Нет, не стало. А кому ее не хватает, подойдите и обнимите свою маму. Больше, чем от нее, вы любви ни от кого не получите. Добро пожаловать в Каштановый лес. Так мы и росли. Мечтая, скорее, стать взрослыми, жить в большом и красивом доме, приставая ко всем, кто вокруг с вопросами и крепко друг друга держа за ладони, меняли друзей, выдуманных на настоящих, ссорились, предавали, прощали и шли назад, меняли игрушки на компьютер и замбоящик, жили в смартфонах, жили, пока оставался заряд. Не замечая, что родные стареют, неумолимо. Был бы халявный Wi-Fi, но нет, хоть плачь. Но они постепенно уходят. Ну как? Терпимо? Знаешь, время не самое хорошее, врач. Но вечером тоже. Мы плачемся в чатах бездонных. Нет, не все, но почти первый клик, Инстаграм, Флук, Контакт, Фейсбук. Мы стоим, мы сидим, мы идем, залипая смартфоны. Ни звезд, ни весны, ни рассвета, ни маминых рук. Мы меняем энергию день за днем, на родных, на глядях. Слишком взрослые дети остались опять одни. Боже, сохрани нас стихами, в чьих-то, в нем и тетрадях. Боже, нас сохрани. АЛЬЯН virЛ亚ik great. Редактор субтитровICIA Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok